Добрый день, уважаемые коллеги! Рада всех приветствовать на выставке. Скажите, пожалуйста, видно, слышно? Плюсики, если можно, качество звука проверить. Всё, спасибо, спасибо огромное. Итак, мы сегодня с вами... Переключается презентация, я тоже проверяю слайды. Мы сегодня с вами обозначили тему «Финансово-грамотный педагог. Как же нам определить наш уровень компетенций? Можем ли мы свободно преподавать финансовую грамотность?» Для начала я вам вывешивала, да, вы уже познакомились кратко о себе, не буду долго рассказывать, потому что, в принципе, мы уже работаем с вами долгое время. Но кто только что к нам присоединился, кратко обо мне вот здесь на страничке есть. Кто хочет познакомиться шире, да, то есть и свои компетенции немножко проверить в электронных продуктах или ИКТ, как сейчас называют, можете пройти по ссылке или по QR-коду на подлет-доску. Это электронная доска, где я приготовила для вас страничку. Ну, хотите, оставьте о себе тоже сведения, ну, такой небольшой каворкинг, да, то есть общение «Расскажите о себе, о ваших проектах». И, в принципе, сейчас очень часто используют такой инструмент для того, чтобы объединяться в различные другие проекты, то есть вдруг мы будем какие-то проекты осуществлять вместе. Уже интересно коллеги о себе представились на этой доске. И если вы хотите участвовать в жизни сообщества «Финансовая грамотность для педагога», я приглашаю вас в группы. Бонусом участников вебинара там все презентации вебинаров, которые у нас вообще проходили на площадке Директ Академии, они все есть в группе в открытом доступе. Группа есть ВКонтакте и группа есть в Фейсбуке. Кому где удобнее можете присоединяться. А мы начинаем работу по нашей теме. Итак, «Финансово грамотный педагог» звучит достаточно серьезно. То есть сейчас «Финансовая грамотность» уже развита на уровне не только России, но и мира, то есть программы по развитию финансовой грамотности. В нашей стране «Финансовая грамотность» началась с проекта Министерства финансов, ну где-то официально, да, с 2011 года. Проект по повышению финансовой грамотности именно инициировало Министерство финансов. И вот вы видите первый нормативный документ, что уже в 2017 году на уровне государства, да, то есть на уровне правительства, была утверждена стратегия повышения финансовой грамотности в Российской Федерации. И разработан план мероприятий по реализации этой стратегии. Мы сегодня на нем тоже остановимся. Это второй пункт. Все ссылки в презентации, они активны. Если вы скачаете презентацию, вы по каждой ссылочке сможете пройти. И обратите внимание, что план мероприятий был обновлен по реализации стратегии. В прошлом году, в марте месяце, были вывешены новые пункты. Почему я говорю об этих документах? Потому что в плане мероприятий по реализации стратегии повышения финансовой грамотности, мы дальше с вами будем говорить, уже внесены изменения и как раз-таки внесены коррективы именно в государственные образовательные стандарты. Вы в курсе, да, что есть уже проекты стандартов нового поколения? И в этих стандартах в обязательном порядке говорится о финансовой грамотности во всех уровнях образования. От школы, от садика до вуза. В вузе уже по некоторым направлениям бакалавриата стандарты введены третьего поколения, да, там три с тремя плюсами, и уже введены универсальные компетенции. Все федеральные стандарты, государственные образовательные стандарты, можно найти на сайте в гос.ру. Я вчера буквально проверяла, еще новых стандартов нет, да, хотя уже второй год говорят о том, что проекты этих стандартов существуют. Кроме этого, на что мы ориентируемся? Конечно же, мы ориентируемся на профессиональный стандарт педагог в сфере дошкольного, начального, общего, основного, общего и среднего образования, ну, в том числе воспитатель, учитель, библиотекарь. И рядом с этим стандартом мы сразу же, да, для разработки должностных инструкций, вы, я думаю, что с этим все знакомы, у нас есть единый квалификационный справочник должностей именно работников образования. Кроме этого, на сайте в гос.реестр у нас есть реестр примерных основных общеобразовательных программ. Если вы туда пройдете и наберете там в поиске, допустим, финансовую грамотность, то вы увидите, что в прошлом году в этот реестр были добавлены две программы по финансовой грамотности для школы. Это финансовая грамотность в мире, ну, как бы общий такой курс, и финансовая грамотность именно в цифровом мире. И если вы присутствовали на различных методических семинарах или сами изучали в гос, основные образовательные программы, закон об образовании, то мы все с вами уже четко знаем, что везде прописаны, плюс стандарт педагога и квалификационный справочник, везде прописаны компетенции ИКТ, да, то есть информационные технологии, интерактивные технологии, все это уже прописано в стандартах. Но вот финансовая грамотность вот в чистом виде, в стандартах, только в проектах стандартов, которые нам тоже пока не показывают. Но уже на всех уровнях мы слышим, знаем, что нам нужно быть финансово грамотными и есть компетенции. На что же ориентироваться? Каждый регион, в каждом регионе, да, есть институт развития образования, и они ежегодно выпускают, перед новым учебным годом, выпускают методические рекомендации для руководящих и педагогических работников. Можно ориентироваться на них. Ну, допустим, вот в Ставропольском крае институт развития образования, он четко прописал, на каком уровне можно преподавать финансовую грамотность. Что, так, вот вы знаете, я что сюда еще не включила, но потом напомните мне, в конце я сброшу ссылочку, в других моих презентациях это есть. В эту я забыла этот пункт, вот, воспитатели. Для дошкольных педагогов нет общей образовательной программы в плане именно финансовой грамотности, но есть методические рекомендации, разработанные Министерством просвещения, именно для преподавания, для экономического воспитания детей. Об этом чуть позже тогда напомните мне, я вам в конце вебинара ссылочку пришлю. Либо заходите в наши группы, там все эти презентации есть, и в каждой практической презентации там есть ссылочка на эти методы рекомендаций. Итак, что же такое финансовая грамотность? В стратегии развития, повышения финансовой грамотности в Российской Федерации, которая будет действовать до 2023 года, дано вот такое определение. Если внимательно его прочитать, то я думаю, что можно увидеть, что здесь именно нам нужно обладать такими знаниями, чтобы принимать успешные финансовые решения. И мы рассматриваем финансовую грамотность на уровне отдельных граждан. То есть это не финансовая грамотность какой-то организации, это финансовая грамотность отдельно взятого гражданина страны. И именно на это направлена вся стратегия, то есть повышение финансовой грамотности граждан. И я предлагаю рассматривать вначале свои личные компетенции, и мы об этом будем говорить дальше, то есть задать себе такой простой вопрос. Насколько я финансово грамотен? Как вы думаете, как можно на него ответить? Вот просто если сейчас еще не проходить никаких тестов, никаких не углубляться никуда, просто обычный гражданин, как может ответить на этот вопрос? Сегодня в группе тоже вывесила эту ссылку. Я сегодня познакомилась с началом интереснейшего курса от, я скажу так, талантливого учителя, хотя он не учитель, он предприниматель, он отец троих детей, и он решил создать курсы про деньги для своих детей и школьников. И вывешивает уроки бесплатно на своей страничке. Я в своей группе сегодня поделилась. И вопрос, да, действительно трудный, согласна с вами, Надежда. И вот в этом первом или втором уроке его курса откликнулось мне, что тему денег связали с темой «Деньги, время и счастье». И вот действительно это так. Посмотрите, насколько я финансово грамотный, настолько, насколько я счастлива, вот для себя я пытаюсь ответить, и насколько я могу тратить свое время на то дело, которое мне нравится, и при этом это дело мне приносит, должно приносить финансовую устойчивость, то есть должно окупаться, монетизироваться. Либо я зарабатываю на чем-то другом и занимаюсь параллельно еще какими-то социальными проектами, как, например, вот этот проект «Финансово грамотный педагог». Ну, я считаю, что это социальный проект, потому что он не монетизирован, а это посыл как бы от меня для того, чтобы педагоги могли ориентироваться. Потому что я столкнулась с тем, когда мой ребенок был в детском саду, а сейчас она первоклассница, я столкнулась в детском саду с тем, что детский сад не занимался вообще, то есть отношением к деньгам. Эта тема была табу, закрыта. Хотя мы с дочкой участвовали, и наш регион очень активно развивает свою региональную программу финансовой грамотности, очень много мероприятий, мы даже в конкурсах участвовали, финансовая сказка для детей, сочиняли сказку, даже завоевали призовое место. Но когда мы с этим дипломом решили похвастаться в детском саду, то я увидела, что эта тема такая табу до сих пор, хотя уже очень много регионов и очень много детских садов, школ все-таки включаются в этот процесс. Но тем не менее, эта тема остается достаточно сложной. Это связано и с менталитетом, наверное, и с тем, что у нас все-таки нестабильная, скажем так, экономическая обстановка. Поэтому каждый человек должен попытаться сам ответить на этот вопрос. Но самое главное, я думаю, что человек, как бы финансово грамотный человек, он должен быть счастлив. Но это не значит, что деньги равно счастью. Это значит, что деньги должны помогать быть просто счастливым и не задумываться о завтрашнем дне. А для этого нужно уметь ими управлять, этими деньгами, создавать капитал, создавать финансовую подушку. Ну и давайте немножко посмотрим. Я сегодня хочу рассказать вам о проектах Министерства финансов. Это самый основной проект на Министерство финансов. создан портал «Ваши финансы». И этот портал, его можно изучать несколько недель. Вот здесь ниже, видно, всем ссылочка ниже «Ваши финансы.ру стратегия». То есть я взяла рисунок прямо с этого портала. Вы, зайдя по ссылочке, можете кратко вот с этой стратегией, о которой мы говорили, познакомиться. То есть финансово грамотный гражданин, посмотрите, сколько всего, много должен знать и делать. То есть, но в целом, о чем я говорила, это умение управлять своими деньгами. И самое главное, неважно, сколько вы денег зарабатываете, как говорят богатые инвесторы, то есть прежде всего платите себе. То есть от любой суммы отделяйте какую-то долю, она может быть там от 10 до 50 процентов, но это будет зависеть от вашего бюджета. именно для инвестирования. Пусть это будет просто, даже просто для начала, если вы не разбираетесь, что такое инвестирование и накопление, для начала просто разделите ваши доходы на несколько конвертов. Есть такое правило трех конвертов. То есть, когда вы в один конверт самые необходимые расходы, то есть там, допустим, питание и коммунальные платежи. Второй конверт, это какие-то ваши, ну, такие расходы, тоже они относятся к важным, но уже запланированы, чуть растянуты по времени. И третий конверт обязательно должен быть НЗ, да, то есть такой недотрагиваемый запас, который называется финансовой подушкой. Вот эту финансовую подушку нужно учиться хранить не просто в конверте, да, а хранить в каких-то инструментах финансовых. Но прошлый год показывает нам то, что даже государство уже забеспокоилось, когда приняли закон о вкладах, да, о налогообложении доходов по вкладам, депозитам свыше одного миллиона рублей, что будет облагаться этот доход, если ваш депозит свыше одного миллиона рублей, и вот эти проценты со свыше одного миллиона рублей будут облагаться НДФЛ. Граждане резко начали снимать. То есть все сложится в один конверт, но не всегда. Вот я вам сразу скажу, что множество примеров в жизни, что люди с миллионными доходами, они не умеют управлять своими деньгами. То есть эти миллионы как приходят, так и уходят, потому что люди все время потакают своим, скажем так, прихотям и не умеют ранжировать свои желания, да, то есть разделить, что хочется и что надо. Вот с этого вообще мы начинаем в детском саду обучать. Вот это самое главное, что когда мы должны в соответствии со своим бюджетом, вот это хочу и надо разделить. И тогда вот этот один конвертик можно оставить для того, чтобы создать себе небольшую финансовую подушку. Почему я об этом говорю? Это не только я говорю, потому что у нас есть институт в целом и в России, и за рубежом, да, то есть организация экономического развития и сотрудничества ввела такой показатель, как индекс финансовой грамотности. Посмотрите, пожалуйста, вы на карте нашей финансы можете найти вот этот индекс финансовой грамотности, причем обратите сейчас внимание, так, вот я беру указку, не знаю, будет вам видно. Вот он, эта шкала, если вы зайдете, то вы можете здесь выбрать Россию, можете выбрать любой регион, можете выбрать показатели, которые вы хотите посмотреть, и в целом по России, либо по регионам, и там ниже еще будет карта обозначения. Вот этот индекс финансовой грамотности складывается в соответствии с международной методикой из знаний, навыков и установок. И мы сегодня об этом тоже будем говорить. И в целом шкала индекса максимальная 21 балл. Россия сейчас где-то занимает примерно 9 место в мире вот по среде стран, которые рассчитывают индекс финансовой грамотности, проводят это исследование. И вот в 2019 году индекс финансовой грамотности ну где-то увеличился по сравнению с 2018 годом на 2%. Но в прошлом году, да и в этом году продолжается у нас, ну во всем мире, не только у нас, пандемия и нестабильная финансовая обстановка, которая, ну скажем так, съела у многих все финансовые запасы. Вот именно из-за таких установок, из-за таких обстановок мы как бы должны вот об этом конверте всегда думать, да, насколько, какой продолжительности у нас будут финансовые запасы. Если говорить об исследованиях по России, то вот на лето прошлого года россияне отвечали, что по опросам центра аналитики, аналитического центра НАФИ, здесь я привела вот тоже ссылочку, посмотрите, они вывешивают все исследования, их даже можно скачать с их сайта, они проводили опрос населения 85 субъектов, то есть было опрошено порядка 85 тысяч респондентов, другими словами, человек. И люди говорили о чем? О том, что 34% вообще не понимают связь между доходностью и риском, 31% опрошенных владельцев карт сталкивался с попытками мошенничества, 60% вообще не заботятся о своих персональных данных. И россияне склонны переоценивать свою финансовую грамотность. То есть мы говорим, что мы финансово грамотные, но тогда у нас вопрос возникает, а почему же у нас нет денег? Несмотря на наши доходы, я вам сейчас говорю, что с любыми доходами можно пытаться управлять своими делами. И чем лучше вы будете управлять, тем выше в конце концов у вас доходы будут и будут мысли, как повысить свой доход, то есть дополнительные источники дохода появятся. Несмотря на то, что уровень финансовой грамотности по опросу вырос, здесь мы можем говорить о том, что в среднем в прошлом году в случае потери основного источника дохода только 42% россиян могли оплачивать все необходимые расходы без займов у близких и оформления кредитов. Если мы говорим о финансовой подушке, то при потере работы, вот задумайтесь, если вы сегодня потеряете работу, то есть основной источник дохода, насколько вам хватит ваших финансовых ресурсов? Вот в среднем у россиян это 63 дня. Если брать жителей Москвы и Санкт-Петербурга, у них немного больше дней, то есть при потере работы в среднем их финансовых накоплений хватит на 83 дня. Это вообще ни о чем. То есть представьте, что вам хватит дохода всего лишь на 2 месяца. То есть вы не можете расслабляться и вам нужно искать источники дохода, работа. Поэтому все время вот наше государство сейчас пытается развивать финансовую грамотность, чтобы мы могли уметь управлять нашими деньгами. И сразу говорю, что не всегда это зависит от государства. То есть финансовая грамотность зависит от отдельного взятого человека. Здесь в среднем вот табличка, мы смотрим, что в среднем финансовая грамотность выше у руководящего звена и у тех, кто занимается индивидуальной деятельностью. Вы с этим можете познакомиться подробнее. Я еще такой взяла интерес к финансовым темам. Обратите внимание, на какой точке вы находитесь. То есть чем меньше возраст, тем выше интерес к финансовым темам. И с возрастом интерес к финансовым темам угасает. Но это и нормально. То есть, что мы создаем свой пенсионный капитал в самом как бы расцвете возраста. Это в среднем возрасте. Вот вы видите, более-менее стабильно. Здесь где-то с 23 лет до до 40 там вот восьми. А дальше начинают уже снижаться и когнитивные способности. Но тем не менее, как бы есть исключения из правил. То есть люди становятся миллионерами как в подростковом возрасте, так и в пожилом возрасте многие меняют свои виды деятельности и пытаются заработать деньги. И деньги по большей части это все-таки и я с этим согласна, это наши установки с детства в нашей голове. То есть все запреты на зарабатывание денег находятся в нашей голове. И все эти установки. Поэтому повышайте свою финансовую грамотность и убирайте вот эти установки, что вы недостойны зарабатывать больше. Да, на пенсию 9000 я очень с вами согласна, далеко не уедешь. Но о том, какая будет пенсия, нужно задумываться сейчас, по крайней мере, хотя бы сейчас, в том возрасте, в котором вы находитесь. Все ли из вас, допустим, знают, что вы можете получать пенсию страховую, только при наличии ограничительных, скажем так, критериев. Вот если кто-то знает, напишите, пожалуйста, какой минимум должен быть минимальный стаж и минимальный коэффициент, пенсионный коэффициент. Это мы говорим сейчас просто, ну так бегло, да, финансовой грамотности. Нет, не 5 лет, к сожалению. К сожалению, чтобы получать пенсию, ну вот, по выходу на, да, должен быть минимум 15 лет, стаж минимум 15 лет и коэффициент тот, который будет, да, он сейчас каждый год изменяется, но к 2000 какому? 28-му году минимальный стаж 15 лет могут изменить, вообще говорят, там о 20-ти годах уже хотят и коэффициент должен быть не ниже. Хорошо, давайте оставим пока, да, я оставлю вам вопрос на засыпку, а где вы можете узнать, какой у вас сейчас стаж и какой у вас сейчас коэффициент? Вот куда можно сразу пойти и узнать? Правильно, в пенсионный фонд, то есть вы на сайте пенсионного фонда можете, если вы авторизированы на госуслугах, то не надо идти ни в какой пенсионный фонд, вы заходите на сайт пенсионного фонда, лучше все-таки через сайт пенсионного фонда, дело производителя, это если вы как бы не меняли место работы, то есть, ну, можете, конечно, обратиться, а лучше зайти в личный кабинет, правильно говорит Людмила, в личный кабинет пенсионного фонда и там запросить запросить выписку. Да, Надежда, к сожалению. Вот поэтому, поэтому существует множество сейчас инструментов и программ, да, то есть попытаться ваш, попытаться создать себе вот тут сверх этой пенсии, которую платят в сельской местности, потому что пенсия зависит еще и от заработной платы. А заработная плата у нас педагогов, к сожалению, не очень высокая, да, к большому сожалению, потому что педагог, ну, скажем так, это геройская профессия. Если вы выбрали эту профессию, ну, вот с чем-то нужно мириться, если вы получаете удовольствие именно от педагогической деятельности, либо развиваться параллельно с вашей педагогической деятельностью, попытаться получать какие-то доходы, ну, вот от ваших талантов, да, то есть монетизировать их. Итак, обратите внимание, вот план мероприятия, о котором я говорила, мы говорим о том, что создана, вот пункт 1.3, разработана единая рамка компетенций. Вот кроме того, что мы там счастливы и можем позволить себе работать педагогами, ну, это я вот в прямом смысле говорю, потому что зарплата не очень высокая, вот с этих позиций, кроме психологии, у нас есть разработанные базовые компетентности в области финансовой грамотности для россиян. И это рамка финансовых компетенций, обратите внимание, для взрослого населения, вот по первой ссылочке можно найти, а рамка финансовой компетентности для учащих школьного возраста мы проходим по второй ссылочке. Но сегодня я здесь отскринила вам, кто скачал презентацию, мы сейчас бегло пролистаем эти файлы, вы более подробно с ними познакомитесь. Так вот, смотрите, и та, и другая рамка финансовой компетентности, она включает в себя, в принципе, 9 предметных областей. Что мы должны знать? Это то, о чем я говорю, доходы и расходы, и не просто знать, а ими управлять. Вот многие ли из вас составляют бюджет, свой финансовый бюджет или личный финансовый план. Знаю, что немногие, сразу скажу, что немногие, то есть вот финансовая, вторая тема, финансовое планирование и бюджет, потому что многие думают, а что я там получаю 10, 15, 20, там 30 тысяч, я и так знаю, куда я их потратил. Это хорошо, если вы четко знаете, но я вам сразу скажу, если вы ну хотя бы месяц, 2-3 попытаетесь составить финансовый план, то есть причем доходы понятны, допустим, у вас там один источник или два источника в семье, если это заработная плата, а вот что мы видим по нашим расходам, то есть вы проанализируете свои расходы хотя бы 1-2-3 месяца, я сразу вам скажу, даже при небольших доходах вы увидите, куда утекают ваши деньги, казалось бы, вам кажется, что на нужные вещи, но от этих вещей возможно отказаться, чтобы осуществлять какие-то личные сбережения и инвестирование, то есть вот тема личные сбережения после того, как вы научитесь видеть разницу между вашими доходами и расходами, то есть эта разница это и есть личные сбережения, а уже как ими распоряжаться, то есть инвестировать их либо вкладывать в страховые программы, это уже будет зависеть дальше, да, согласна, Ирина, для тех, кто ведет полностью все в Сбербанке онлайн, там есть анализ финансов, но недосконально сразу скажу, что все-таки лучше можно ввести просто даже вручную в табличке самый-самый такой элементарный учет, если мы берем основы учета, просто записывать ежедневно, завести блокнотик и записывать ваши расходы, я не говорю о том, что там собирать чеки, а просто записывать расходы, куда потратил, вот времени не хватает, это как бы отговорки, да, на это нужно 5 минут в день, просто сесть вечером и вспомнить, куда потратил деньги, все, и кратко это просто зафиксировать, сколько ты вот потратил и куда потратил, и когда вы будете это фиксировать ежедневно в течение нескольких месяцев, я вам сразу говорю, что вы увидите, вас многое удивит, работаем и работаем, так вот, в том-то и дело, смотрите, финансовая компетентность педагога, что у нас ну вот все как бы зависит от педагога, и если педагог у нас несчастлив и у него установка только на наемный труд, да, то есть, ну, а мы педагоги в основном это по своей психологической такой вот это наемные как бы работники, то, конечно, и детям мы вот эти установки передаем и в семье, и в школе, там, в саду, в школе, в вузе, поэтому еще раз говорю, задумайтесь вот о своем счастье, да, просто представьте, сколько вам реально нужно денег для счастья, а нужны ли они вообще вам, потому что большие деньги это большие заботы и нужны знания для управления этими деньгами. Обратите внимание, то есть три темы это управление своим капиталом личным, да, это просто анализ доходов-расходов, это планирование и прогнозирование ваших доходов и формирование личных сбережений. Остальные темы это по большей части именно финансовые инструменты, то есть кредитование, инвестирование, страхование, риски, финансовая безопасность, это, то есть вот до седьмой темы, три темы финансовых инструментов. И седьмая, восьмая тема это именно защита прав потребителей, то есть знание своих прав во всех этих областях и риски и финансовая безопасность, но это уже ближе к кибербезопасности, то есть нужно знать о том, что за вашими деньгами, даже малыми, даже тысячу рублей на вашей карте, счете и так далее, всегда есть желающие их заполучить просто так, да, то есть есть финансовые мошенники. Защита прав потребителей отдельная большая тема, то есть нужно знать законодательство. Ну и девятая тема это в целом знание расчетов. Да, с пятой темы по девятую сложности, конечно, сложности, это уже действительно базовые знания. И смотрите, вот в рамке компетенции по финансовой грамотности, если вы ее откроете и скачаете, ее можно скачать, вы увидите, что по каждой теме сейчас я быстро пролистаю, я не буду вас сейчас погружать, вы это сами можете изучить. По каждой теме разбито на несколько частей, да, то есть знание и понимание этой темы, то есть четко представлять, что такое доходы, доходы семьи, и в рамках семьи еще у каждого человека есть личные расходы, да, у каждого члена семьи. это базовое знание, есть продвинутый уровень, и кроме этого, обратите внимание, умение и поведение, то есть то, о чем мы говорим в проверке именно нашей финансовой грамотности по индексу финансовой грамотности, то есть знание и понимание это одна составляющая, умение и как вы применяете эти знания и в своем экономическом поведении это вот вторая составляющая, и третья составляющая это ваши личные установки, то, о чем я говорю, что деньги это психология, да, то есть вы как бы, как вы мотивируете вообще сами себя, умеете ли вы вообще различать вот эти ваши краткосрочные и долгосрочные потребности, умеете ли вы ставить финансовые цели, вот в каждом направлении это все четко расписано в рамке этих компетенций, ну это для вас как бы, если вы хотите больше углубляться с точки позиции именно компетенций, мы говорим, вот видите, в каждой теме вы это все в презентации пролистаете, четко расписано минимум и максимум информации, которую вы должны знать, на этом я сейчас останавливаться не буду, я хочу остановиться сейчас вот на чем, коллеги из Центра Федерального Методического Центра по финансовой грамотности Высшей Школы Экономики разработали курс для учителей всех уровней обучения по именно финансовой грамотности, он доступен на сайте этого курса, дальше у меня здесь будут ссылочки, так вот они предлагают заняться для начала ну скажем так самооценкой знаний по финансовой грамотности, то есть по всем этим темам, вот такая простенькая табличка, вы можете ее себе скопировать из презентации, а можете зайти на этот сайт, но у них там в PDF варианте это тоже табличка, вот себе такую табличку копируете и попытайтесь до прохождения всех тестов, которые, которых я вам сейчас о которых буду рассказывать, сами оцените вот по той рамке финансовых компетенций, просто пройдитесь и сами поставьте себе оценку, и здесь вот пробелы в знаниях для себя, честно, эту табличку никто не увидит, это ваша работа над собой, проставьте пробелы в знаниях и где их восполнить, то есть после того, как мы сейчас вот вебинар закончим, у вас уже будут ссылки, где восполнять эти пробелы, и так как я консультант-методист по финансовой грамотности для взрослого населения, то я вам буду давать, эти ссылки дают только те, которые именно рекомендуются в рамках проекта по повышению финансовой грамотности. Вот такую табличку, это именно знания финансовой грамотности, но мы же с вами преподаватели, и поэтому в методических рекомендациях к курсу, который разработан Высшей школы экономики, вот этим федеральным методическим центром, они рекомендуют еще одну табличку, это уже проверка не просто знаний по финансовой грамотности, а знаний методик преподавания финансовой грамотности, знаний интерактивных инструментов, знаний источников, где их можно получить, но это отдельная тема вебинара, я сегодня ее затрагивать не буду, приходите на наш следующий вебинар, он будет 19 февраля, посмотрите, там, я не знаю, в анонсе появилось, нет, я обозначила тему, как функциональная финансовая грамотность, и вот именно разработка всех заданий, видов заданий от садика до школы мы будем рассматривать на вебинаре в феврале, поэтому я вас заранее приглашаю, а сейчас займитесь, пожалуйста, именно оценкой своих знаний с точки зрения вот этих тем, с точки зрения знания взрослого населения, только после того, как вы сами знаете, и умеете управлять своими финансами, можно переходить к преподаванию финансовой грамотности, то есть к пониманию, что мы преподаем, а теперь с источниками, вот в рамках проекта, мы уже, я вам ссылочку там в самом начале давала, как же проверить, если вы кратко оценили себя, а теперь хотите проверить с точки зрения специалистов по финансам, где у вас пробилы, если вы сами их оценить не можете, то на портале Дружи с финансами я вот ссылочку на этот портал привожу, есть такое меню, я побоялась сегодня тестировать платформу, так как первый раз на этой платформе демонстрацию экрана побоялась тестировать, поэтому я скринами сразу в презентации, но думаю, вам для памяти это тоже хорошо, то есть видите, стрелочка такая жирная, я указываю, что в этом меню вы выбираете раздел финтест, здесь много других разделов, вы можете там неделями их изучать, и очень много полезных и проверенных именно рекомендуемых экспертами материалов, так вот, вы заходите в раздел финансовое тестирование, я сейчас прямо, так, сейчас, секундочку, я на сайт загружала, посмотрите пока на разделы, а я сейчас вам ссылочку хочу сбросить активную к чат, так, вашей финансы, вот смотрите, вот сюда, если вы входите на портал вашей финансы, и проходите, становитесь на финтест, то вы попадаете на портал финансового тестирования, так, и я вот вам сейчас сразу ссылочки сбрасываю, вы попадаете вот сюда, на портал финансового тестирования, вот он, этот портал, у него тоже есть меню, и вы видите, в меню, у меня уже вот здесь синеньким светится учитель, там, Дьякова Юэн, сразу сейчас вы туда зайдете, и вам предложат зарегистрироваться, если вы там ни разу не были, вы регистрируетесь, указываете, какой у вас уровень образования, и кто вы, да, то есть, в каком, с какой позиции вы будете проходить тестирование, школьники, студенты, или учитель, лучше сразу регистрироваться учителем, указывать свой регион, и кроме региона, там надо, кажется, образовательное учреждение указывать, то есть, вы регистрируетесь, авторизируетесь, и потом проходите, смотрите, вот сюда раздел тесты, видно стрелочкой, я показываю, оранжевая стрелочка, на меню показывает раздел тесты, вот я сейчас пройду в этот раздел тесты, и у нас там высветится, смотрите, а я дальше на скринах вам показываю, когда вы пройдете в раздел тесты, то у вас, я вам сейчас скину эту ссылочку тоже в чат, но воспитателей нет, это учитель будет, то есть, это в целом, ну, как бы я говорю, для категории взрослого населения, чтобы вы могли протестировать себя вот с тех позиций, о которых мы говорили, то есть, тесты разработаны в соответствии с этой рамкой компетенции для взрослого населения, но уровень тестов здесь разный, если воспитатель, вы тоже заходите в учителя, то есть, учитель, и вы увидите вот сразу все эти категории, тестирования, вы можете пройти по каждой теме, протестироваться по каждой теме, но это достаточно долго, а есть вот такой, смотрите, раздел, я прямо желтая эта стрелочка показываю, комплексное тестирование, можете начать с него, комплексное тестирование, я вам сейчас сразу в него захожу и ссылочку, эту активную тоже, ну, если кто авторизировался уже, то вы можете попасть сюда, сейчас я вам сбрасываю, а мы идем дальше по презентации, и когда вы попадаете в комплексное тестирование, вот ссылочку я продублировала, то что вы видите, что здесь у вас, вы можете протестировать себя как с базового уровня для учащихся школьного возраста, так и продвинутый уровень, заканчивая продвинутым уровнем для взрослых по финансовой грамотности, здесь вот в продвинутом уровне 36 вопросов, для школьников 27 и 29, для взрослых 36 вопросов, это о том, как проверить свои компетенции, это вот, ну, как бы такой тест по рамке финансовых компетенций, уже разработанный специалистами, и вам сразу будут выданы потом ваш результат, и будут выданы рекомендации, в каких темах у вас пробилы, то есть, это то, что я рекомендую начать именно с себя, свое финансовое образование, базовый такой уровень финансовой грамотности, это один вариант, кроме этого, на сайте вашей финансы, сейчас еще раз теперь на него вернусь, на сайте вашей финансы, можно найти другие варианты тестов, очень быстро, сейчас я вам попробую ссылочку на эти тесты дать, так, финансы на каждый день, есть, где читать сразу, да, где повышать свои знания, если вдруг кто-то заблудится, то смотрите, вот здесь ссылочку вставляю в чат, вы можете зайти в раздел финансы на каждый день, и посмотреть, в самом конце есть тесты, и тесты уже с другой позиции, сейчас я вам еще раз эту ссылочку дам, копировать, тесты, то есть я вам еще раз говорю, вот этот сайт можно изучать с разных сторон, вот здесь заходите в тесты, вы видите, что здесь тоже есть шесть разделов тестов, и можно просто вот такой простенький тест, можете его прямо сейчас пройти, тут всего лишь шесть вопросов, и вам сразу выдаст результат, вот попробуйте, это я вас немножко заговорила, вот в этот тест, да, если кто-то не с телефона у вас компьютеров, вот последняя ссылочка, вы можете пройти просто тест, шесть вопросов на вашу финансовую грамотность, хотела сделать вам примерный тест там в гугл формах, ну давайте на следующем вебинаре проверим, да, то есть до следующего вебинара у нас месяц, я думаю, что у вас уровень финансовой грамотности значительно возрастет, если вы все-таки поизучаете предложенные мной ресурсы, я сейчас не говорю о преподавании финансовой грамотности, как разрабатывать задания, да, именно для детей, я сегодня хотела посвятить именно вашей финансовой грамотности, как преподавателей с точки зрения вообще знаний, это достаточно сложные темы, никто вас их не обучит вот прям с нуля, ну есть упрощенные курсы, то есть вот эти все ссылочки на этом портале вы можете проверить, кто-то прошел тест, кроме этого портала у нас есть портал «Хочу, могу, знаю», тоже портал по финансовой грамотности, разработанный тоже совместно с Минфином, Министерством финансов в рамках вот этого проекта повышения финансовой грамотности, и здесь еще Международный банк реконструкции и развития выступил, сейчас я вам даю ссылочку тоже в чате сразу, если вдруг кто-то с презентацией не зайдет, смотрите, вот на этом портале, здесь уже не с точки зрения как бы преподавателя, да, и вот эта рамка финансовой грамотности, а с точки зрения обычного человека по различным финансовым продуктам, насколько у вас актуальны знания, сейчас каждый день что-то меняется, какие-то вводятся изменения в законодательство, особенно сейчас вот в конце года ряд был нормативных актов, изменилась контроль за оборотом денег, допустим, изменились налоговые ставки, ввели некоторые новые виды налогов и так далее, то есть вот здесь знания, они наиболее актуальны по основным направлениям, ну кроме этого, как бы все нормативные акты мы знаем, где искать, знаете, где вы, вот самые последние изменения со всеми как бы рекомендациями, где можно найти, если вы хотите, ну допустим, там налоговый кодекс посмотреть, либо какой-то закон об образовании, или, ну я не знаю, стандарт, да, тот же в ГОС, можно все это найти в справочно-правовых системах, у нас глобальные есть системы, о, отлично, поздравляю, Светлана, это вы тест прошли, правильно, маленький, поздравляю, хороший результат, теперь попробуйте тогда по отдельным направлениям скачать, и так, можете еще пользоваться справочно-правовыми системами консультант плюс гарант плюс, там есть онлайн версии бесплатные, то есть интернет версии, отличные результаты, да, то есть сбережений нет, ну вот видите, уже сразу как бы вам дают рекомендации, молодцы, Жанна у нас отличник, Ирине дали рекомендации, ну вот смотрите, молодцы, молодцы, отличники, я вас верю, я очень хочу, чтобы все преподаватели были финансово грамотными, чтобы ценили свой труд, могли заработать дополнительные доходы, да, благодаря своему профессиональному уровню, очень бы хотелось, и чтобы детям, нашим детям, вот передавались эти установки свободного управления деньгами, да, то есть быть свободными, так, кроме этого, у меня еще, да, есть к вам один портал, это финансовая культура, портал, финансовая культура, не открыта вкладка, сейчас я ее быстро через, это портал, финансовая культура, это портал, который разработан Банком России, и там тоже есть много интересного, вот я вам сюда я его сбрасываю, кроме тестов, там очень много материала для педагогов, и идем дальше, на портале опять Дружи с финансами есть ссылки на консультационные методические центры, Людмила, молодец, Марина тоже, молодцы, протестировались, итак, смотрите, есть ссылки на консультационные методические центры, если у нас сегодня есть преподаватели вузов, то для преподавателей вузов по повышению финансовой грамотности именно студентов, это все в федеральном сетевом методическом центре МГУ, вот вторая ссылочка, если мы говорим в целом о системе общего и среднего профессионального образования, то это федеральный методический центр высшей школы экономики, вот здесь ссылочка первая, а если мы говорим о воспитателях, то вот воспитатели идут в первую очередь, можете зайти в группу нашу, то есть добавляйтесь в группу ВКонтакте, в основном у нас воспитатели, можете в Фейсбуке, у меня материал дублируется, там очень уже много материалов для воспитателей, ну и для учителей, для всех, во-первых, я там актуальную информацию по всем конкурсам, по всем событиям, которые происходят, финансовые фестивали и так далее, тестирование какое-то общероссийское, чемпионаты по финансовой грамотности, присоединяйтесь с группам, я всегда рада, то есть информация там доступна, тем более там есть все ссылочки, я сейчас пытаюсь ссылку вам ту, которая обещала, методические рекомендации для воспитателей, так, попытку дать вам эту ссылку, ну вот она где-то вот здесь методические рекомендации, нет, сейчас так сразу не найду, но давайте я сегодня в группе презентацию обновлю и добавлю в вариант обновленной презентации с этой ссылкой, либо посмотрите в предыдущих вебинарах, там точно были эти ссылки, или через поисковик, то есть Министерство просвещения разработало для воспитателей рекомендации и основные темы для детей разбиты на 2 возраста, в предыдущих моих вебинарах мы это обсуждали не раз, это младшая группа, то есть 5, там 4-5 лет и подготовительная группа 6-7 лет и у них разбиты именно по темам, так а вот оно это я даю вам сейчас по банку да итак смотрите методические рекомендации Министерства просвещения дальше методические рекомендации Института в развитии образования обязательно просматривайте это для воспитателей и есть программа Банка России для детей 5-7 лет экономическое воспитание дошкольников вот с этой программой можете познакомиться по ссылке ее полностью там можно скачать здесь основные вот по личным финансам еще я даю ссылку на визу да то есть международный проект международной платежной системе проект по личным финансам там книгу можно скачать банк методических разработок высшей школы экономики ну и порталы наши кроме этого я обещала еще поговорить о библиотекарях вот буквально одну минутку для библиотекарей разработана отдельная программа повышения финансовой грамотности именно в информационно-библиотечной среде сейчас я попытаюсь сбросить ссылочку для библиотекарей есть у нас сегодня кто-то из библиотек сейчас я ссылки на группы тоже вам сброшу сюда итак для библиотекарей вы заходите на сайт на страничку программы образовательных ресурсов и там обязательно нужно зарегистрироваться видите регистрация регистрируетесь и что вы потом получите когда вы зарегистрируетесь укажете ваш регион вам будут доступны лекции 19 лекций 30 комплектов материала для проведения вот именно мероприятий по финансовой грамотности ну и естественно общение с коллегами это что касается отдельно вот если брать именно библиотеки как образовательные такие центры так ссылочки ну вот у меня вкратце все смотрите я пытаюсь посмотреть на чат поэтому не всегда смотрю в камеру простите меня пытаюсь отследить вопросы вопросы если есть я на них готова ответить я вас благодарю за внимание я желаю вам здоровья и финансового благополучия еще жду вас в своих группах и жду на вебинаре 19 января где мы продолжим потому что в рамках одного часа ну вот очень мало времени я не могу рассказать именно методики поэтому следующий вебинар будет именно по функциональной финансовой грамотности то есть как преподавать финансовую грамотность так чтобы дети могли сразу принимать финансовые решения и давайте я вам обещала ссылочки на свои группы сбросить вконтакте у нас группа вот по этой ссылочке ждем вас всех там очень много интересного и мультфильмы и ссылки на наши интерактивные ресурсы у нас есть доска под лет дети и деньги где очень много ресурсов так и в фейсбуке если кто-то в фейсбук кому удобнее в фейсбуке присоединяйтесь в фейсбуке эта ссылочка вот здесь находится и я жду ваши вопросы благодарю всех за внимание жду ваши вопросы есть вопросы еще если вопросы созреют в процессе изучения ваш материала у нас можно задавать вопросы в группе есть отдельные как бы там мессенджер в контакте есть сообщения для группы и можно в фейсбуке тоже общаться благодарю вас всех за то что пришли жду на следующем вебинаре мне было с вами интересно вы молодцы спасибо огромное спасибо спасибо Продолжение следует...